друзья всех приветствую сегодня будет к сожалению не парфюмерное видео а косметическое но не только на самом деле это мои покупки начиная наверно с апреля я копила свои покупки у байера и на самом деле мне очень терпится познакомиться с продуктами которые здесь есть и надеюсь вам тоже будет интересно потому что мне кажется здесь есть какие такие хитовые косметические продукты которые прям гремели в бьюти мире на всех радиостанциях мне кажется так немножко пошуршим тоже будет интересно я обязательно оставлю контакты байера в инфобоксе под видео если вдруг кому-то тоже будет интересно я уже заказываю у нее не первый раз поэтому точно могу сказать что катя очень внимательно и если вдруг случается какие-то казусы она всегда находит интересное решение прежде всего в для вас для покупателя еще катя кладет очень вкусные мармеладки в посылку если честно я эти мармеладки благодаря катя очень полюбил я их на самом деле не видел на я правда не искала где их можно купить в москве но мне очень правда нравится ой сегодня мне еще катя положила нас немножко еще пошуршим чтобы все распечатать так ну все друзья давайте начнем наверное с не бьють продуктов это здесь он у меня один и это у меня насадка к моему дайсону который именно стайлер то есть это не фен а именно стайлер и мне с учетом того что он занимает меньше места мне очень понравилась вот такая насадка наподобие такой насадки есть на самом деле и в фене но эта насадка наверное все таки более универсальная не очень интересные попробовать а также она еще на самом деле крутится в разные стороны и это наверно что-то значит если честно очень интересно я я на самом деле люблю дайсон но возможно это любовь к этому продукту объясняется именно моими достаточно как нежесткими волосами потому что дайсон на самом деле с укладкой именно моих волос так микрофона не стучать справляется отлично и поэтому именно мне дайсон очень подходит но я знаю что дайсон нравится не всем и мне кажется девушкам у которых более плотные более густые волосы и знаете такие более тяжелые наверное дайсон наверное может не подойти даже на самом деле интересно если вы являетесь счастливой обладательницей такой шевелюра даже интересно услышать ваше мнение что вы думаете о дайсоне следующий продукт как про который я хочу рассказать и извиняюсь который я просто мечтаю уже давно попробовать москве на самом деле жара и дома очень жарко и всегда хочется пить это кисть для нанесения тонального средства и что-то бьюти блогеры про него рассказывают что это чуть ли не лучшее средство для нанесения тонального крема если честно тоже уже сгораюсь не терпеть от нетерпения эту кисть попробовать упаковка конечно шикарно то есть сразу видно что продукт я думала если честно что она будет более плотный давайте покажу как это выглядит вот так выглядит кисть она действительно вот ее ворсинки сильно плотно набиты и думаю вот за счет этого она хорошо будет распределять тональное средство у меня кстати овал 7 они еще бывают по номерам и это не самая большая кисть но мне вот кажется для лица мне кажется она идеально хотя возможно если бы она была чуть побольше наверное можно было бы наносить тональный крем быстрее поэтому не знаю насколько на самом деле практичный будет именно вот этот формат номер 7 но очень интересно прямо очень любопытно попробовать эту кисточку если честно так еще когда у меня у байер у байера лежат товары половина товаров и половина товаров не доехала когда она устраивает распродажи я к сожалению не всегда могу сдержаться знаешь что на самом деле посылку в любом случае мне будут отправлять и поэтому прикупить какие-то интересные продукты которые меня заинтересовали на это не совсем распродажа просто катя видимо распродают там не выкупленный товар или свободный может сама что-то приобретает поэтому у меня здесь таких продуктов 2 и они все в тревел формате и цена у них была достаточно бюджетная это прежде всего вот элами с прокологен это бальзам для очищения у меня уже есть такой маленький travel формат и на самом деле как средство для снятия макияжа это она мне понравилась я его заказывала кстати у нас в альдебате но у кати получилось дешевле если честно поэтому это очень удобный формат взять с собой в дорогу и с учетом того что в принципе она достаточно хорошо удаляет тональные средства тональные средства как вы многие наверное знаете хорошо надо смывать и лучше для этого использовать именно какие-то такие знаете очищающие бальзамы или там мицеллярные бальзамы ну вот я честно говоря используют бальзамы для снятия макияжа потому что мне кажется они очень хорошо прежде всего избавляют кожу от тональных средств и вот такая еще малютка это по моему ночная маска если я не ошибаюсь от линэш увлажняющего сколько я помню и на самом деле мне очень давно хоть и хотелось попробовать именно этот бренд мне очень интересно попробовать уходовые средства для губ но это для лица такая маленькая малю . здесь 10 миллилитров интересно как пахнет им пахнется очень приятно такой знаете нежный без особых отдушек вот так она внутри эта масса выглядит пахнет приятно интересно тоже будет попробовать именно этот бренд мне интересен если что что-то еще захочу возможно у него в приобрести так еще одно средство которое тоже докупила у кати когда она вставляла моя посылка было еще в комплектации это под маград это лайнер для глаз это должен быть коричневый цвет до кофе я в принципе рисую стрелки и последнее время я приноровилась их вроде рисовать достаточно неплохо поэтому было интересно тоже причина была только одна потому что было достаточно неплохая цена выглядит он по моему как фломастер вот так но достаточно большой наконечник мне если честно очень нравится с вам продемонстрирую бюджетное средство по моему корейский да это корейский карандаш я покупала его в золотом яблоке клео вот так называется я обязательно оставлю ссылку под видео на этот продукт я думаю он еще есть наличие не смогу ее оставить и вот здесь на самом деле не фетровый кончик а здесь именно кисточка и вот этот момент мне на самом деле очень понравился а здесь по моему фетровый кончик если я не ошибаюсь я не могу разглядеть а сейчас в линзах и поэтому я совсем близко не вижу и если сравнить по наконечникам то под маград все-таки чуть чуть покрупней надеюсь фокусируется и вам будет видно вот поэтому пока не знаю тоже буду пробовать следующее средство которое про которые хочу рассказать это urban детей и это база для век и если честно я считаю что это лучшая это лучший праймер для век правда у меня вот сейчас вот такая я ее уже почти добила и у меня именно анти-эйдж я катя конечно заказывала именно только анти-эйдж не знаю я катя посылала конечно фотографию может быть и это кстати 10 миллилитров это тубочка побольше а у меня здесь был travel формат это 5 миллилитров и мне его хватило на очень долго я до сих пор его еще вымазываю и мне в принципе еще пока его достаточно но я скоро его уже добью и скоро наверно увидите в пустых баночках я считаю что ну я думаю что без анти-эйдж то есть наверно классическая просто но тоже она оригинал то есть наверное там они тоже бывает разное не хуже я думаю очень надеюсь что она по качеству такая же потому что именно анти-эйдж мне очень нравится и для меня это наверное лучшая база которую под тени я когда-либо пробовала мне кажется на ней вообще абсолютно не сворачивают стене не скатываются поэтому на самом деле urban decay я считаю это лучшая база которая создана в институтах красоты и последний у меня два продукта которые как раз является нашумевшими мне кажется из всех утюков это рут это бальзам для губ очень тоже я их ждала и как раз мне нужны они были к лету у у меня на самом деле вот watermelon слайс арбузные слайсы и ванила root ванила здесь продукта 10 миллилитров поэтому я думаю их тоже так но это пахнет прям ванилью такой ванильный блеск для губ у меня кстати они тут кстати более последний мне кажется версии те он матовый ванильный он глянцевый матовый очень приятный тактильно очень приятный тюбик на самом деле арбузные слайсы ну пахнет действительно арбузом кстати эти должны быть без цвета да сейчас я вам покажу вот так бесцветная жидкость надеюсь фокусируется так то есть по существу его можно наносить даже на ходу что я люблю у него знаете достаточно такая плотная текстура все-таки слегка такая липковатая но вот так оно просто пока блестит интересно конечно но при этом мне почему-то кажется что она не будет цеплять волосы знаете когда начинает дуть ветер у тебя этот блеск интересно конечно их я насколько знаю они пептидные и они имеют увлажняющий и ухаживающий именно эффект интересно конечно вот именно их я очень ждала именно с ними случилась накладка то есть они как-то очень долго шли плюс еще насадка от стайлера тоже долго шла причем я заказывала две в итоге мне пришла только одна так но на этом хочу завершить свое видео кстати такие бальзамы еще у них есть в цвете если мне понравится их текстура и носибельность я еще наверно пожалуй себе закажу именно какой-нибудь цвет ну интересно тоже их попробовать надеюсь они меня не разочарует а еще у них есть очень прикольные чехлы для айфонов куда этот блеск вставляется если найду картинку я обязательно где-нибудь тут или тут вставлю но честно говоря я и такой чехол не хочу но если вам интересно чтобы вы знали что есть такая фенчика но на этом я хочу завершить свой свой анбоксинг распаковку надеюсь кому-то было хоть чуть-чуть интересно а так всем большое спасибо и скоро увидимся